так здрасте дорогие мои по красавелла красавела там тоже есть там тоже есть еще еще выше 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 тоже есть попробую найди и есть такие которых я не вижу эти которые 1 1 1 и покрытие с голуби которых я не вижу но красиво красиво дикарит что-то по-моему начали придет ящу ли опять придется эти красиво небо синие синие ни одной белой тучи мороз холодно мороз я не говорю минус 50 тоже неплохо ветер неплохой все 8 метров в секунду ветер и таком морозе это прямо ощущается у га га этот линтячек линтячек одноглезки его значит во все он не хочет чуть-чуть миру-миру покажу вот они видите но смысла не вижу вот так показать по-моему дикарь пошел опять дикарь пошел но яшка с утра одного поймал предыдущим ролики есть но у него выронил он уже ловил уходил тетер на него напал потом опять пришел опять ни с чем ушел он голодный он должен прийти а я тут походу единственный кормилец его но если уж не единственный кормилец то единственный наверное голубятник который обожает его и никогда не жалко меня ничего я имею ввиду вот здесь в моем окружении потому что в мире есть тоже такие же как я кто-то тоже любит когда хищник как черный падает вот он как падает как тарп из этих кто это не пескутик случайно или взрослых или не знает падает по полной те рассыпались ну высота сейчас выйти даже вот они видите сейчас это пол лета а не так как куриное яйцо размером не опасно ли с опаской летит птица нет это это рыцарь и сыночек был видите вот этот голубь сейчас камнем падал как говорит сильно бьющих берет хищник а это что слабо бьющий что ли хлестки хлопки слушайте вот видели как же падал вон еще один падает вот 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 как буйстинь ну яшик где ты блин ну пожалей меня я болел вот смотрите что вытворяет голубь этот скинул сейчас внизу начинает бить в безопасное место он все успокаивается дорогие мои бойный голубь понимаете должен головой на любой голубь должен головой работать он же не бузьбузглой создание уходит поднимается опять вон они ушли вон они видите ну так не вижу смысла как бы снимать вот хотя бы хотя бы чтоб точечки мелкались кто такой этот от черного по моему да да это от черного но он обычно очень долго летит этот этот молодой тоже если выживет хотя он уже споровался он уже споровался где то где то те рассыпались тоже но высоко сейчас даже если он будет я его еле замечу пока вниз не упадет поэтому пока поставим на паузу подождем если что будет интересно но птица сейчас вам смотрите где через две минуты может быть над крышами опять могут идти видите опять могут идти опять падать опять подняться опять падать все зависит от того насколько им там комфортно будет летать внизу тетер наверху сапсан это как вот вон те которые говорили с космоса появляются вон они появляются уже вон раз два черный какой то падает прямо камнем падает но там стихия сапсана дорогие мои сапсан именно любит высоту это его стихия он любит на высоте работать но птица уходит сегодня просто дурок очень хорошо уходит бывает когда поднимаешь дни идут сегодня они пошли сходу нормально ну как бы вот так думаю визитной карточкой пока хватит вечером голубятни чуть-чуть сниму кое-что расскажу еще и болит что-то у меня падает прямо конкретно вот один скинул второй скинул третий падает четвертый падает та толпа туда сколько там четыре семь семь штук туда ушла вон там херачит раз два три четыре пять пять ну не вижу я его не вижу дорогие мои ну птица не просто так летит понимаете вон еще двое оттуда сверху я направляю ну высоко птица пока это кто а это не это голубь думал это сапсан пикирует это вот голубь смотрите какой скорость вот 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 эти что вытворяет ты кто такой на тебя взглянуть и красиво очень красиво так вот смотрите что то что то лет сейчас чуть отдалешь чтобы видно было уже внизу о сейчас еще и на хвостик будешь падать ты кто такой не могу понять это не этот некрасивый пескончик был или или кто или старый голубь вот он ты кто такой не могу понять не могу понять не могу понять кто такой а ну это это красный белоголовый голубь значит он дурковато пошел такой как пескончик вот членок от него его уже можно показывать этого голубя ну вот видите мастерство какое он показывал сейчас в небе это вот он какие то старые в предыдущем ролике атака когда была ну аж сюда залетел бела корыла туда на соседской крыше упал прямо снизу смогу хотел забить так ну те куда ушли наверху по моему успокоились уже все таки или или не успокоились дорогие мои столько визитной карточки мир умер хватит я на самом деле замерз те которые любит голубей смотреть над крышами ли то да вот они пошли вот она вот смотрите вот она но где ты яши подрезка на сколько скинули кругами скидывает это походу не я я точно замерзну но и нахрене сапсана этого и штока в себя не пришел все на этом закончу пока я все таки это болезни не получилось уйти так вот тоже резко скинул себя камнем ну как но у них скорость такой у них это как может голову тяпки вот так дорогие мои закрывается и камнем или боковую тянет и хрен хищник с ним что-то тетер вообще скорость голубей не может развивать голуби намного быстрее чем тетер на боковом полете что у сапсана что у голубей скорость одинаковая плюс голубь маневренный и не забудьте что сапсан атаки свои произносит под 45 градусов а голубь ровно летит понимаете так те куда ушли те опять походу уходит опять уходят они двое уходят эти сколько 7 штук скидывает эти 7 штук скидывают не закончили с этим дорогим потом вечером голубяки продолжу минералку мою голуби кушает несколько дней не давал и в генералке коробушка пустая глядя на них вспоминает советский союз когда очередя были за маслом за колбасу как друг друга давили топтали чтобы себя досталось что-то советский союз советский союз такой с ностальгии с восторгом дорогие мои советские в союзе за еду такая же была толпа такие же очередя были как друг друга давили просто давили кто пьет посмотрите как песок без быгребеса это минералка моего приготовления не куплен это не другое надо самому не полениться делать пока на пол за поставлю потом что тут дорогие мои во первых глядь когда смотришь в руки их так много особенно в небе обголубятник когда кормишь такой пучок хороший получается у нас все таки хромает генерал наверное ранее не получил и в генерал все смели метровую баночку провели все на единого смели там что осталось у меня что там не осталось Там почти никогда не осталось До того, что опять минералки делают Дорогие мои О чем я хотел Рассказать Моими наблюдениями За долгие-долгие годы Я кое-что обратил внимание Да, кое-что обратил внимание Про чего Не то, что там в книгах не пишут Про чего даже Ну, с точки зрения логики Трудно как бы сопоставимо А именно Значит Ведь мы знаем Что цвет Любого животного Это маскировка природе Ну да Ну да Живая Вот так И свето там Зимой меняет цвет шкуры Черновурка тоже меняет Свет шкуры То есть как бы В основном Животные, птицы, насекомые По природе Стараются 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 иметь Какую-то защитную Маскировку Какой-то защитный цвет Да, что-то должно быть Похоже Чтобы напугать Противника В общем Да, что-то должно быть Похоже Да, какого-то цвета Должно быть Даже Чтобы Как бы Их не замечали Противники То есть Ну это как бы В природе Все вот это и есть Ну то есть Получается Как, что Как бы Зимой Должны Как бы Более Белые голуби Рождаться Более светлые голуби Рождаться Чем весной Летом Осенью То есть Как бы Вот эта маскировка Должна быть Меже Вот так Как бы Это Да Там Думаем Чисто Для зашита Ну естественно Белый голубь На снегу Намного Тяжелее Найти Чем Черного Голубя На снегу Белого Вы Круто Увидите А если Черный Голубь Будет На снегу То Вы Очень Быстро Найдете То же Самое Допустим На черной Коне На черной Белых Был Куча Находите Темных Это Да Там Элементарно Когда там Белые Облака Вы же Темных Голубей Быстрее Находите Чем Белых Голубей Ну Так же Мы Еще Знаем Другое Знаем Что Для Голубей Необходимо Жизненно Важно Да Не то Что Для Голубей А вообще Для Животных Она Не Может Спускаться Вниз Бессмертного Старшей Сестра Старшей Голубей Так же Мы Знаем Что Солнце Это Необходимо Очень Необходимо На Солнце Животные Греются Точно Так же Мы Знаем Что Почему Самолеты Не Красит Темного Цвета А Красит Белого Цвета Почему Белого Цвета Потому Что Белый Цвет Меньше Воспринимает Солнечные Ручьи Чем Темные Цвета Ну Допустим Если Вы На Солнце Поставите Два Предмета Один Белого Цвета Или Светлого Цвета Другой Вы Поставите Темного Цвета Темный Цвет Этот Предмет Темного Цвета Она Будет Теплее Погорячее Чем Тот Который Белого Цвета Ну Далеко Не Пойдем Допустим Машина Когда У вас Машина Белая Она Не Так Сильно Нагревается На Солнце Как Нагревается Черная Машина Темная Машина Понимаете Есть Еще Так Ну Элементарно Даже Возьмем На Снегу Высыпка Просто Пыль Пыль Обыкновенная Пыль Которая Как бы Не Греет Не Тает Да Но Это Не Соль Чтобы Сказать Что Снег Снег Начнет Таять Или Лед Начнет Таять Или Что Другое И В момент Когда Солнце Выходит То Место На Снегу Где Посыпали Пылью Она Очень Быстро Это Которое Ранее Не Получил Боевикой Да Место Которое Получил Это Да Насыпан Пылью Она Быстрее Начинает Таить Чем То Место Где Просто Чистый Снег Есть Еще Вот Так И Вот Что Я Заметил Да Очень Долгие Годы Даже Среди Среди Светлых Голубей Зимой Почему То Больше Выходят Темненькие Даже Среди Голубей Белых Голубей Ну Скажем Вот Так Вот Там Чернохвостые Щеют Чернохвостый Голубь У меня Там Сидит Ну От них Либо Выходили Белые Либо Выходили Там Чернохвостые Ну Вот Последний У него Вышел Маленький Пескотик Сейчас Я Покажу Вот Видите Это Тоже Как Хомут Щеечка Это Вот Спотник Вышел Видите Почти Темный Это Вот Смотрите Вот Мама И Папа Чернохвостый Голубь Вот Это Родная Сестра Мы В этом Раньше До Этого Там Вышли Да Там Теперь Другие Кто-то У меня Дерется За Гнездо Молодой Замес Хочет Эй Уродик Ты чеш Вот Ты же Рядом Гнездо Взял Иди туда А Если Мы Берем По Чилям По Чилям То Есть Ну Чили Они Жи Могут Давать Практически Все Цвета Да Там И То И Света И Темный И Это Там Ну Даже Скажем Мама Чилька Папа Красный Белоголовый Вот Вышли Желтый Песку На другой Чиль От Старого Чиля Мама Желтая Вышли Опять же Один Желтый Второй Черный Чиль Вышел А До Этого Спод них Выходили Белые Вот До Этого От Чиля Вышел Вот Видите Такой Желтоперенький Вышел Чисто Белый И Вот Теперь Как Понять Что Важнее В Природе Зашито От Хищников Или Помощь Получит Более Солнце Больше Солнца Хоть Еще Раз Говорю Чем Темнее Цвет Тем Больше Воспринимает Солнечные Лучи Так Вот Моими Наблюдениями Столько лет Я вот Смотрю За всеми Эти За голубями Обычно Обычно Зимой Ну По логике Как бы Мы должны Получить Более Белых Цветов Более Темных Цветов Как бы По логике Я почему В самом Начале Сказал Я говорю Вроде По логике Так В общем Да Но Это уже Против логики Получается Ну Когда мы Голубоко Начинаем Копаться Ну Нет Ничего Против логики Тут Уже Получается Либо У него Должна Быть Основная Часть Маскировка Либо Тут Еще И Должна Быть Здоровье Ведь Без Солнца Здоровье Будет Меньше Зимой Солнце Меньше Солнечных Лучей Меньше Живому Организму Солнечные Лучи Необходимо Солнечные Лучи Необходимо Даже Когда Мы Покупаем Мясо Многие Из нас Не знают Почему Вот Самое Такое Дорогое Мясо Самая Это Да Часть Мяса Это Лично Это Да Филе Там Позвоночное Филе Либо Щейка Это То Место Которое Всегда Что У Корова Что У Баранина Что Там Свиньи То Есть У Всех Животных Она Всегда Находится Под Солнцем Знаете А Это Вот Мама Вот Этого Была То Есть Находится Под Солнцем Постоянно Солнечные Люди Лучи Попадают На Нем Как Вот Вот Как Такие Вещи Бывают Дорогие Мои Как Говорится Необъясним Но Это Факт Зимой Вместо Того Чтобы Нам Больше Белых Голубей Получить Мы Получаем Больше Тем Голубей Даже Вот Она Вот Смотрите Вот Хамут Шеечка Папа Чисто Белый Вы Помните В прошлом Году В это Время Я Получил Красного Альбаша Белокрылого Отдал Альбаш Это Да Этот Голубь У Алига Пилеров Вот Сейчас Опять Под Этих Родители Вот Смотрите Вы Видите Вот Дикар Белокрылый Это Вот Мама Хамут Шеечка Папа Чисто Белый Такой Длинный Голубь Это Вот Который Последний Зимой Как Выпрыгнул Но Спадник У меня Есть Сейчас Братья Ему Покажу Которые Родились Весной Да Как Вот Позже Родились Вот Он Один Брат Чернохвост Шея Видите Вот Вот Это И Вот Это Это Родные Это Где Там Второй Брат Перый Тоже Такой А Вот 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 Видите Вот Перый Здоровый Такой Голубь И Этот Родные Братья И Этот Тоже Родной Под Одних Же Родителей Все И Я И Как бы Здесь Показываю Такой Нюанс Хотя По логике Еще раз Говорю Казалось бы зимой должно быть больше белых голубей чтобы они как бы растерялись на фоне снега но получается все по-другому получается что зимой более темные голуби рождаются чтобы больше солнца они могли получить солнце для голубей получать более важные более важно чем этот чем защитная маскировка это мои наблюдения у вас может быть по другому ну опять же да вот я говорю по шейкам даже если у кого-то там отрезные щейки сидят отрезные хвосты сидят да вы просто обращайте внимание что допустим зимние пескуны которые рождаются в них щейки покрупнее огромнее уже в весенние у них такие дачу ты не мазаны щечки поменьше там поаккуратнее выходится темного цвета чем меньше на них получается так будят слышите визитную карточку я уже показал там у нас детский садик уже собрался поспать как дружненько все в одну кучу собрались поели попили пошли спать детский уголок у меня наверно все пищатки там собирается там наверное самое теплое место а ну да с той стороны наверное тепло отдается там же атакливое помещение они там и собираются всем спокойной ночи